Называется красный клевер. Отдельная песня про него. А теперь стихи, да? Значит, что такое делать красный клевер? Красный клевер – это растение, уникальная чешка. Природа всё создаёт какие-то интересные вещи по одной. Значит, красный клевер – это растение, которое, помимо того, что восстанавливает кровитворные функции организма, то есть работает с органами, которые занимаются кровитворением. А кто у нас занимается кровитворением? Как приятно. Два изоляции. Кровитворением у нас занимаются два органа – это селезёнка и костный мозг. Значит, больше, к сожалению, у нас в форме элементы крови не вырабатывает никто. Причём селезёнка вырабатывает ещё фактор иммунитета. Потому что в ней организуются и вырабатываются леконценты. Поэтому у нас селезёночка очень необходимый орган. И у нас очень часто на неё не обращают внимания. То есть делают усилие, смотрят всё, что хочешь, кроме селезёнки. В ней считается, что у нас такого органа в чём-то нет. А он у нас есть, и он у нас очень нужен. Поэтому у нас красный клевер, во-первых, восстанавливает нормальную формула крови. Причём в течение 21 дня формула крови полностью заменяется. То есть при приёме красного клевера. Дальше преимущества. Он у нас выступает как витой строге. То есть применяется женщина, может, в чередовании с вал-ямом. Либо принимается вместо вал-яма. Мужчины у нас принимают красный клевер после 30 лет. Для того, чтобы минералы и витамины усваивались. Значит, дальше. Красный клевер. Работает в бронхолёвочной системе. Отплесняет, эвакуирует из бронхов достойные различные явления. Снимает першения, кашель и так далее. Очищает бронхолёвочную систему. Плюс ко всему, красный клевер у нас что умеет ещё делать? Заниматься иммунитетом. Поскольку он работает с правитворными формами. Может приниматься в любом возрасте. В дозировке обычно на красного клевера мы рекомендуем либо 3 капсулы здесь, либо 6 капсул. Здесь в зависимости от ситуации. По срокам приёма это может быть до полугода без перерыва. То есть, как-то тоже длительный приём. Привыкания к нему нет.